Я бы передала слово Ивану Ивановичу Твердовскому. Иван Иванович бы рассказал бы нам о зрительской опыте в киноиндустрии. Всем добрый вечер, здравствуйте. Я благодарен, конечно, в первую очередь коллегам, потому что очень много информации, которую вам уже рассказали, на самом деле она какая-то пугающая. Я как автор в какой-то момент, вот я думаю, Константин здесь не даст нам соврать, что он занимался прокатом моего фильма «Панические атаки». И я очень много месяцев думал вообще, а кто ходит смотреть наше кино, что такое авторское кино сегодня, что рассказывать студентам, потому что они говорят, ну вот вы-то ездили в Венецию, и у вас были международные продажи, вы показывали фильм за рубежом, а что мы будем делать, когда выпустим наше кино? Я в какой-то момент потерялся, думаю, ну, как-то, наверное же, где-то смотрят. И эта конференция мне помогла собрать какие-то цифры. На самом деле я надергал цитаты из отчетов фонда кино за 23-й год, из медиаскопа, о какой-то вот аналитику телевизионного рынка, про стриминги и даже по поводу пиратов тоже сегодня чуть-чуть поговорим. Чтобы не быть слепым кротом, я очень долго искал какую-то вот иллюстрацию себя в этом каком-то процессе понимания, кто наш зритель сегодня. Вот. И что-то не щелкает. Спасибо. Я не буду рассказывать вообще, что такое авторское кино. Конечно, очень важно понимать, что цифры российского проката растут, и очень большие релизы выходят. Зрители в целом ходят вообще в кинотеатры. Это уже неплохо, уже хорошо. Но что касается авторского кино, есть какое-то полное непонимание вообще, то есть какая это вообще вот аудитория. Потому что есть какое-то среднее представление, что у нас есть 200 тысяч зрителей, которые постоянно ходят смотреть это авторское кино. Честно говоря, я не нашел, вот прям рылся вчера часа четыре, искать какое-то подтверждение этих цифр, их нет. И сам занялся этим вопросом. Мы видим, что рынок российского кино растет по количеству, за 23-й год я здесь не добавил 667 фильмов. То есть, в принципе, какого-то кризиса мы не видим. Мы видим, что тот спад, который был на уровне пандемии, и, соответственно, со времен начала специальной военной нашей операции, он уже преодолен. Что касается количества авторских картин, нет тоже статистики, но мы понимаем вообще, кто ходит сегодня в кино. И это таким образом очень странно в основном женщины. Не мужчины. То есть, мужчины ходят меньше. Вот вам сегодня уже говорили, что сериалы смотрят больше женщины, женщины ходят в кино больше, что тоже интересно. А возраст, как мы видим, самое интересное. Здесь, мне кажется, что за 23-й год, от 21-го, если отчитывать, то пропала часть аудитории 25-34 и снизилась 35-44. То есть, мы это связываем с теми людьми, которые нас покинули, которые уехали. Их стало прямо, ну, значительно меньше. Вот 90 миллионов человек в среднем вообще ходят за весь год в наши кинотеатры. Сумма, собранная по данным ЕАИСа, значит, 39 миллиардов, 648, 190, 704. Из них российские 22-900 — это почти 60% всего проката. Что, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, при этих цифрах, как-то мне казалось в какой-то момент, что в основном это там условно Москва и Питер. Но я вот отдельно вывел Москву и Питер, потому что, на самом деле, это всего там 9, ну, как бы 9, как бы миллиардов. Это, в принципе, 30 миллиардов дальше смотрит вся страна. Это для меня какие-то новые были вводные. 600, начинка, 6 тысяч залов. Там плюс-минус. Из них мы знаем только, что 50 как-то вообще работают с авторским кино, и 30 работают с ними качественно. Что получается из этих цифр? Если суммировать, вот я сделал такую наглядную диаграмму. Это вот 1% — это, собственно, зритель авторского кино и сбора его. Что если брать вот эту сумму 156 миллионов, поделить на все сборы российского кино, то получается у нас, в общем, вот 0,68. А если от всех сборов, то 0,39. То есть меньше 1% зарабатывает авторское кино сегодня в нашей стране. Итого получается 355 тысяч примерно за год вообще людей покупают билет на авторское кино. Ну, то есть как бы не 200 тысяч, которые постоянно ходят ногами, а это вот всего 355 тысяч проданных билетов. Это, в принципе, возможно, одни и те же люди ходят, возможно, нет, возможно, еще кто-то, мы не знаем. Что касается телевидения, очень интересная есть аналитика в медиаскопе, потому что по моим подсчетам мне казалось, ну, кто сегодня смотрит вообще дома телевизор. Я думаю, что среди вас тоже мало людей, кто его включает и смотрит. На самом деле опыт смотрения есть. То есть на самом деле эта вот аналитика дает нам все-таки данные как бы за 22-й год, а только, к сожалению, что, ну, смотрит каждый день 63%. Хотя бы раз в месяц, в принципе, почти все. Если вы не смотрите раз в месяц, то вы вот эти 3%, которые здесь есть. Смотрят много, то есть 3,5 часов в день, в принципе, очень большая сумма, но я так понимаю, что это как раз поколение 65+, оно дает вот этот прирост вот этих каких-то колоссальных часов просмотра. Самое интересное для нас, что с 2013 по 22 и по 23 год проявился тренд того, что тематические каналы выросли в огромном своем таком вот какой-то доле, а каналы первой тройки, наоборот, стали смотреть меньше. Что это говорит? Что такое тематические каналы для нас? Ну, то есть, в принципе, это 25% телесмотрения. Это разные вот такие замечательные каналы, где есть кино и сериалы, которые занимают, в принципе, практически 50% смотрения. То есть, если мы, грубо говоря, делим 100% смотрения и вот оттуда выхватываем четверть, то вот половина этой четверти — это кино и сериалы. Есть моя маленькая надежда, что канал Масфильм «Золотая коллекция», если вы его когда-то включали, в принципе, показывает старое советское кино. И часто там есть авторское кино, безусловно. Вот поэтому, если говорить в целом про какое-то авторское кино, то вот это самый главный наш канал. А вот канал «Дом кино», «Русский роман» и все прочие тоже иногда показывают что-то. Но мы понимаем, что, как правило, это фильмы, которые вышли уже давным-давно в какой-то прокат. И, в общем-то, если говорить именно про какую-то долю именно вот авторского кино, то получается, что это тоже меньше 1%. Онлайн-кинотеатры — 8,7 миллиардов рублей сбора за 2023 год солидно. Очень большой прирост, при том, что платформы все равно по-прежнему жалуются. То есть мы понимаем, что вдвое больше, чем весь кинотеатральный прокат. Лидеры стримингов, понятно, тоже, в общем, не изменились после 2022 года. И «Кинопоиск» есть тут некая специфика, потому что эти подсчеты очень по-разному некоторые производят. То есть «Кинопоиск» вообще же имеет подписку «Яндекс Плюс», где входит и музыка, и такси, и все угодно. И это может быть вот эта подписка тоже сюда входить. В основном это платные подписки. «Кинопоиск» здесь действительно лидер и на первом месте по платным подпискам. В принципе, вот на сегодняшний день половина российских семей имеет хотя бы одну платную подписку. Это хорошо, потому что в моей голове было, что больше смотрят пираты. Но на самом деле, сейчас я приду уже у пиратов. Да, сейчас нужно отвлечься на то, что в основном тоже смотрят молодые люди и тоже женщины. Вот больше, чем мужчины. На платформах в этом смысле очень сложно сегодня посчитать вообще, какое количество кино, какой сериалов, потому что платформы считают в основном тайтлы и делят их на серии. То есть каждая серия может быть отдельным названием. И всего, если примерно там на том же «Кинопоиске» больше 100 тысяч разных названий, то из них авторское кино и вообще кино в принципе занимают долю порядка 5%. Вот 30% это фильмы, крупные в том числе, которые выходят в широкий прокат. То есть в этом смысле я так немножко воспарил, что авторское кино больше смотрит на стримингах. И пираты очень интересная статистика. Я думаю, что эта цифра будет гораздо больше, но она примерно сравнима вот как бы 3,36 миллиарда рублей за 23 год. Из них 45% это один только сайт LostFilm. Это, понятно, деньги, которые не потрачены, это деньги, они вот украдены. Но в моем каком-то представлении, я думаю, что в принципе вся страна смотрит пиратские версии. На самом деле это не так. И в целом, если говорить о зрителе в авторском кино, то примерно вот такой пирог у нас получается. Что вот так вот распределены возможности зрительские для просмотра авторского кино сегодня в России. В принципе, ничего неожиданного, но мне казалось, что больше существует ниши кинотеатрального проката, что чуть меньше стриминги и сильно меньше телевидения. На самом деле вот мы имеем вот такую картину. Всем спасибо. Если есть какие-то вопросы, могу на них ответить. Продолжение следует...